Рефлекторный телескоп работает по следующему принципу. Входящее излучение попадает на первичное, через отверстие в первичном зеркале попадает в точку фокуса. Таким образом, устройство телескопа Хаббл, по сути, такое же самое, как устройство любого другого рефлекторного телескопа на Земле. Здесь вы видите представленное то же самое устройство с другого ракурса. Таким образом, когда вы будете снова смотреть на изображение телескопа внешне, обратите внимание, что все инструменты расположены в той его части, которая толще, а в более узкой части находится место, которое проходит свет перед тем, как попадает на зеркало. Я не буду тратить много времени на объяснение устройства телескопа, но, как вы можете видеть, это очень сложный инструмент, в котором есть и оптическая часть, и инструментальная часть, и солнечные панели по бокам, которые собирают свет для того, чтобы телескоп мог работать. Тут также имеются специальные приспособления, которые перенаправляют лучи света под углом 45 градусов на зеркало. Здесь очень интересная диаграмма. Она посвящена разрешающей способности. Разрешающая способность – это возможность различать удаленные объекты, которые расположены очень близко друг к другу. Разрешающая способность человеческого глаза составляет около 60 угловых секунд или одну угловую минуту. Таким образом, мы можем различить две звезды, которые расположены на расстоянии около одной угловой секунды друг от друга. Галилео в 1609, the beginning of the 17th century, with his small telescope, could have a resolution of a three arcseconds, so much, much, much better than the eye. That's why he saw the crescent of Venus, he saw the satellites of Jupiter. Галилео в 1609 году в свой первый телескоп достиг разрешающей способности в три угловые секунды. Таким образом, с помощью телескопа он смог рассмотреть полумесяц Венеры, а также несколько спутников у Юпитера. В течение нескольких столетий максимальное разрешение, которое удавалось достигнуть, составляло около одной угловой секунды, поскольку добиться большего результата мешает атмосфера. Даже самые лучшие телескопы, такие как на горе Паламар, который введен в эксплуатацию в 1948 году, позволяют видеть с разрешением не более одной угловой секунды. Обычно, чем больше зеркало, тем лучше разрешение. А на горе Паламар стоит зеркало в телескопе размером 5 метров. Но, к сожалению, мы не можем добиться большего разрешения из-за преломления лучей в атмосфере. Благодаря телескопу Хаббл мы смогли совершить значительный прыжок вперед и добиться разрешения в 0,05 угловой секунды. Таким образом, мы можем рассмотреть две звезды, которые удалены друг от друга всего лишь на где-то одну двадцатую угловой секунды. И это очень замечательный результат. Немного большего разрешения. На первой картинке верхней вы видите изображение двух звезд, которые разрешены. То есть, они видятся как две отдельные точки. По законам оптики, звезда не видится как одна точка, какой мы видим ее в небе. Мы видим, что вокруг нее есть круги света, вокруг центральной точки. И это результат. Это просто результат. Это не результат. На второй картинке мы видим, что разрешающей способности как раз в аккурат хватает для разрешения этих двух объектов. А вот на третьей картинке, самой нижней, мы видим, что две точки не разрешены, они не отличимы друг от друга. Еще раз повторю, что наземные телескопы способны разрешить таким образом объекты, между которыми находится одна угловая секунда, а Хаббл позволяет разрешать со способностью около одной двадцатой угловой секунды. Обещаю, что это последний слайд с формулами, дальше будут только красивые картинки. Здесь стоит показать, что в радианах разрешающая способность приблизительно равняется длине волны, поделенной на диаметр зеркала. Это, конечно же, касается только космической обсерватории, поскольку для наземных телескопов необходимо учитывать и эффекты атмосферные. Таким образом, если мы используем соответствующее зеркало, такое как в Хаббле, мы можем достигнуть разрешающей способности в пять сотых секунд. Обещаю, больше не будет никаких технических сложностей. На этой картинке мы видим, как изготавливали зеркало для телескопа Хаббл. Это очень сложная конструкция, но, к сожалению, в процессе изготовления была допущена совсем небольшая ошибка. Мы видим выведение телескопа Хаббл на орбиту в апреле 1990 года. Автоматическая рука выводит Хаббл из грузового отсека шаттла. Солнечные панели до выведения на орбиту развернуты в сторону Солнца, для того, чтобы они могли собирать солнечное излучение и подпитывать батареи телескопа. Это очень удивительно. Вы можете представить, что шаттл и телескоп двигаются с бешеной скоростью по орбите. И поэтому между ними, между их скоростью, совершенно небольшая разница. Они относительно друг друга практически не движутся. Мы видим, что высота орбиты составляет 600 километров. И наклонение по отношению к экватору составляет 28,5 градусов. На тот момент нам не было известно о ошибке, которая была допущена при изготовлении зеркала. Но когда операторы в Мэриленде открыли заслонку и сделали первые снимки, стало понятно, что изображения совсем размытые. А вот и даты тех миссий, обслуживающих, о которых я говорил. Вы видите, что они проводились с 1993 года по 2009. И в двух из них я принимал участие. Солнечные панели были в лучшем состоянии, поэтому мы привезли запасные и установили их. Узнаете этот остров? Леонид? Мадагаскар. Мадагаскар. Все это время мы держали грузовой отсек, открытый, расположенным лицом к Земле, поскольку от Земли исходит инфракрасное излучение, то бишь тепло, которое немного хотя бы подогревает телескоп. Это изображение вызывает у меня ностальгические воспоминания, но на тот момент нам предстояло еще починить телескоп, поскольку на этой стадии мы еще не произвели ремонт. Нам приходилось пять раз выходить в космос для того, чтобы произвести все необходимые манипуляции и починить телескоп. В этой коробке оптический корректор, который состоит из нескольких небольших зеркал, которые должны были выпуститься и таким образом исправить дефекты в оптике телескопа. Это на этом изображении мы видим пятый выход в космос. Мы пролетали над Австралией. И в этот момент нам предстояло заменить солнечные панели. Мы их уже установили, но они еще не развернуты. А вот это и есть тот самый человек эпохи Возрождения. Выход в космос всегда совершается вдвоем. Один человек находится на рабочей площадке на конце автоматической руки, и второй человек координирует действие. Наша миссия стала успешной, поэтому на этой фотографии вы видите, как все члены экипажа очень счастливы. А вот это просто мой герой. А теперь я хочу показать несколько снимков с других миссий, чтобы просто познакомить вас с буднями на орбите. Мы кушали еду, которая была дегидрирована, то бишь нам необходимо было добавить воду для того, чтобы привести ее в съедобное состояние. А здесь вы в этих пачечках можете видеть яичницу. За два месяца до полета мы все могли выбирать меню желаемое. Вы видите, что на второй день полета я заказала себе такие продукты, как, например, грибной суп, макароны с сыром. Поэтому меню было довольно насыщенным и вполне приемлемым. Поэтому замечательно, что можно было выбирать для себя меню и подбирать те продукты, которые вы хотели бы кушать. Но вы, тем не менее, не отправляетесь в космос за кулинарными изысками. Когда у нас выдается свободная минута, больше всего мы любим смотреть в окна. Но я думаю, что Леонид тоже со мной согласен. Но еще одним популярным развлечением являются забавы с водой. Любая жидкость, в отсутствии гравитации, будь то вода, водка, кофе или что-либо другое, принимает сферическую форму. Только если вы на нее подуете, она начинает принимать замысловатые формы. А если подуете очень сильно, то может разлететься на несколько частей. Но НАСА не рекомендовала так делать, поскольку если вода будет регулярно попадать на электронику, это может вывести ее из строя. Но мы все равно это делали, не знаю, делал ли Леонид. Конечно, отвечает Леонид. А вот мой коллега ест чай китайскими палочками. Чай подается в пакетиках, своеобразная пипетка, из нее выдувается шарик чая, и после этого его можно кушать таким образом. И когда он поднес палочки к чаю, они прилипли к нему, вернее, он прилип к ним, и таким образом оставался на этих двух кусочках дерева. Таким образом, он мог поднести палочками чай к своему рту и выпить чай с помощью китайских палочек, что немного необычно. В течение 24-х часов друга сменяют циклы работы и сна. За это время мы успеваем 16 раз обернуться вокруг Земли. Обычно мы спали около шести часов вот в таких вот спальных мешках. Мы наслаждались прекрасными видами Земли. Здесь вы видите, конечно же, это океан. А вот и Гималая. Видно все от Пакистана до Китая, а слева мы видим Индию. А это пустыня Сахара. А это редкий вид сразу после заката, поскольку солнце садится очень быстро, около 20 секунд. У вас есть на то, чтобы сделать такой снимок, и после этого становится абсолютно темно. Но если вам нравятся закаты, то вы непременно должны полететь в космос, поскольку там вы их будете наблюдать 16 раз в день. А вот Испания. А вот Испания. Мадрид. Мадрид. А это река Нил, ее дельта, и самое яркое место в устье, это Каир. Азербайджан, Баку, Иран, Туркменистан, Казахстан, Россия и Россия. Замечательный вид, который открывается также из Международной космической станции. Вхождение в атмосферу. Конечно, в этот момент снаружи очень жарко, скорость движения через атмосферу огромная. Я снял эту фотографию, сидя на сидении между командирским и пилотским. А вот так это выглядит снаружи для стороннего наблюдателя. Можете себе представить, внутри этого шара огня находятся семь живых людей. Конечно же, нас защищает термопротектор, установленный на космическом корабле. А вот здесь мы видим посадку, которая совершается вручную командиром экипажа в Флориде. Вот это и есть самая основная достопримечательность шаттла. То, что он может использоваться более одного раза. Он может летать через две недели, возвращаться обратно на Землю, а потом снова отправляться в космос. Однако, есть и негативная сторона, большие затраты на обслуживание оборудования между запусками. Стоимость таких работ действительно очень велика. На этом изображении я хочу показать вам нашего руководителя полета. Конечно, на борту есть семь человек экипажа, а в управляющем центре находится этот человек, который вносит огромный вклад в работу всей команды. Таким образом, успех миссии – это не только работа семерых астронавтов, это еще и большое количество людей, которые делают свою работу на Земле, а также, конечно, заслуга этого человека. Субтитры создавал DimaTorzok